Картина маслом Наташа Куперман 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 выразить поэтому я начала и начинать самообучение начала посещать различные и выставки других фотографов посмотреть как варится эта каша и посещать различные группы и кружки которые заставляют людей работать над самосознанием над собой и чтобы понять что я могу и хочу правду сказать и в конечном итоге да какая же выставка конечном итоге родилась идея и на еврейте эта выставка называется у в рот ваша вот на русском перевели это как обычные женщины в проекты в принципе был для всех русскоговорящих девушек и женщин которые могут открыто заявить о своей привязанности к гомосексуальности причем совершенно нету никаких потребностей быть ярко выраженным лесбиян и лезть на баррикады даже любые любая девушка которая может сказать открыто что она думала об этом мечтала не сложилось хотела она бисексуально она в принципе подходила к моему проекту и так так я получала анкеты то есть именно вот такие девушки и женщины должны были принять участие в этом проекте и сколько таких да было же ну было собственно было достаточно много был один небольшой ограничить два фактора ограничивающих во первых они должны были быть русскоязычными и мне была важна ментальная связь мне было проще понимать и выслушивать человека на русском языке а то сначала ты выслушивала вы беседовали а потом ты делала фотосессии с каждой да с каждой встречались разговаривали я пыталась прощупать человека понять на какие мысли меня наводит что я хочу передать это практически практически кино снимал кино в картинках каждая девушка она в принципе всего 12 моделей в конце снялась они вошли также в календарь который выйдет вот сейчас но прошу шаняда к новому году и каждая девочка привела с собой историю небольшую своей жизни и вопросы эти же вопросы истории будут также опубликованы на выставке очень надеюсь что люди тоже ими зададутся ответов я не даю потому что каждый болен так сказать отвечать на поставленные жизненные вопросы сам трактовать самостоятельно скажи мне пожалуйста наташа а все девушки которые принимали участие в этом проекте снимались обнаженными да это был второй гранический фактор ограничивающий многие тоже немножко из-за этого отсеялись потому что не все были готовы на этот шаг ну да безусловно не это было важно потому что для меня где-то обнажение да не ни в коем случае нет ничего пошлого и все очень так сказать искусство прикрыто все очень красиво важно было потому что обнаженная натура она где-то для меня человек который открыт больше как отсутствие какого-то стыда за свои мысли образ жизни внутренняя гармония с собой вот для меня обнажение передает это что вот да она есть она пришла и она знает кто она и что она хочет сказать ну что ж интрига в воздухе наташа куперман интрига в воздухе выставка 10 октября где она будет располагаться адрес окей выставка с 10 по 18 октября это неделя суккота будет проходить в зале театра эллимина который находится в порту яфу вход на выставку совершенно бесплатный есть ограничение 18 плюс то есть я прохожу отлично я побываю на этой выставке потому что я уже заочно о ней слышал почитал сайт в том числе на был на сайте у наташи и теперь вот после этого интервью я естественно заинтригован на как многие наши радиослушатели и так 10 октября выставка обычные женщины фотограф наташу куперман представляет девушек которые снялись в проекте и это очень своеобразный но и наверное тем самым еще более интересный проект наташа я могу сказать что во первых отлично что сделала это во вторых я желаю тебе удачи и я уверен что за этим проектом придет следующий обязательно спасибо большое спасибо наташа удачи хорошего дня до свидания пока